В рамках месячника по уборке, благоустройству и озеленению городских территорий в Барановичах 13 апреля прошел субботник. Музейная экспозиция «Боль без срока давности» открылась в Столовческой средней школе. Рыбалка – любимый вид отдыха и увлечения многих людей. При ловле рыбы люди часто не обращают внимания на то, что находится под проводами воздушной линии электропередачи. Ежегодно происходят несчастные случаи, в том числе и со смертельным исходом. Республиканский субботник пройдет в Беларуси 20 апреля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко. Сообщает правительство Беларуси в телеграм-канале. 35% денежных средств, заработанных в день проведения марафона чистоты, в том числе на рабочих местах, пойдут к Гомельскому облсполкому на реконструкцию мемориального комплекса «Детям жертвам войны» в населенном пункте Красный берег Жлобинского района. Еще 35% Брестскому облсполкому на создание Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости. 30% на реконструкцию и восстановление мемориальных комплексов, места боевой и воинской славы, расположенных в областях Еминске. В рамках месячника по уборке, благоустройству и озеленению городских территорий в Барановичах 13 апреля прошел субботник. Трудовой десант наводил порядок вдоль Светиловского озера. В глазах огонь, в руках лопаты, метла и грабли. Руководители городской вертикали власти, работники предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений трудились на благоустройстве Светиловского озера. Настроение у всех хорошее, трудовое. Субботник – это вообще достаточно важное мероприятие, которое буквально вот когда наши деревья распускаются сегодня, наведение порядка на земле. Ведь всем, начиная со школьных лет, потом обучение в ВУЗе и дальше уже последующим на нашей работе, принимали участие в этом благородном и достойном деле. Ведь наши белорусы, у нас белорусов, наверное, в генетике заложено то, чтобы у нас был везде порядок на нашей земле. Поэтому сегодня мы, в том числе, городской совет депутатов, наша молодежь, представители местных органов власти, депутатский корпус, принимаем активное участие в этом полезном и нужном деле. Очищать Барановичи от грязи и мусора перед майскими праздниками стало уже доброй традицией. И благодаря неравнодушным жителям город с каждым годом становится все чище и уютнее. Вот и в этот раз фронт работ предстоял обширный. Здесь выполняем сейчас снятие сенажной плитки для того, чтобы в будущем, ну она уже пришла в негодность, выполнить дорожки уже в новом исполнении. Будет частично асфальтированная, частично в мелкоштучной плитке для того, чтобы было разделить зоны для пешеходов и для велосипедистов. Чтобы можно было вокруг озера, вокруг наших двух озер и выполнять пешие прогулки, отдыхать и заниматься спортом. А также будет здесь выполнено еще и освещение вокруг этих наших дорожек. Сейчас разрабатывается проектная документация и я думаю, что в этом году мы приступим. Хорошее настроение, корпоративный дух, все это присутствовало у каждого на марафоне чистоты. Ведь сплоченный коллектив это не только умение слаженно работать, но и желание вместе заботиться о благоустройстве родного города. В нашем городе давно уже начался месячник по благоустройству. И конечно все предприятия, организации нашего города, независимо от формы собственности, принимают активное участие в этом процессе. Естественно, все начато с благоустройства собственных территорий, наведения порядка и чистоты у себя на предприятиях и организациях города. В том числе и учреждения образования, учреждения социальной сферы. Все принимают активное участие. Но кроме того, что у каждого есть своя собственная территория, есть еще и городская, которой все мы, жители нашего города, пользуемся. Поэтому все наши труженики наших предприятий выходят, вот как сегодня, активно, дружно и на благоустройство скверов, и парков, и памятных мест. И наводят порядок вот вокруг озера Светиловского, например, вот сегодня мы занимаемся этим важным делом. Потому что все наши люди будут пользоваться этими общественными местами. Как отметил глава города Максим Антонюк, месячник в этом году начался рано, 5 марта, а завершится 3 мая. В его рамках многие коллективы предприятий и организации убрали не только свои, но и закрепленные территории. Активно в эту работу включились коммунальные службы. На сегодняшний день уже все горожане видят, выполнена замена асфальтового покрытия на улицах Промышленной и Гаева. На сегодня перешли на улицу Антоновского. Также проводится ремонтное профилирование или в простонародье гридирование улиц с гравийным покрытием. Более 117 километров только за последние полтора месяца приведены в надлежащее состояние. Выполнено более 5000 метров квадратных ямочного ремонта. Уже коммунальные службы приступили к наведению порядка на памятниках и памятных местах. Высажено более 70 деревьев и более 600 кустарников. И эти работы продолжаются. И пользуясь случаем, я бы хотел обратиться к жителям нашего города. Дорогие горожане, каждый из вас может внести посильный вклад. И если кажется, что это маленькая лепта всего лишь, но вместе мы сделаем большой вклад в развитие и благоустройство нашего чудесного города. Трудовой десант работал не только на Светиловском озере, но также в Молодом парке и Старом парках на пустыре в районе улицы Вельчковского. В Барынычах на отрезке улицы Ленина Димитрово до Бреска нельзя будет ставить и парковать автомобили. Запретом вступает со среды – 17 апреля. Сегодня специалисты СМЭП ГАИ установили соответствующие дорожные знаки и нанесли разметку. Карман напротив вечного огня будет действовать в дневное время суток. С 23 часов до 6 утра оставлять там машины запрещено. Парковаться можно на Димитрово. Музейная экспозиция «Боль без срока давности» открылась в Столовической средней школе. Свои двери уголок истории открыл 11 апреля в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Участие в мероприятии приняли глава Барановичского района Сергей Карпенко, начальника дела по образованию райисполкома Светлана Цымбаленко, председателя Столовического селесполкома Николай Грибов, директора Столовича Агро Илья Кухарчик. Музейная экспозиция «Боль без срока давности» состоит из нескольких тематических блоков. Выставка интерактивная. На стенах десятки историй. Тех, кто помогал партизанами или погиб от рук фашистов. Дети-пионеры, герои Великой Отечественной войны. Педагоги Столовической школы, которые сражались на поле боя. Обо всем этом и многом другом расскажет созданный в учреждении уголок истории. Задумка сотворить музейную экспозицию возникла давно. Зная наш богатый материал нашей деревни Столовичи и зная то, что у нас учителя были когда-то участниками Великой Отечественной войны, нам это куда-то хотелось отобразить и где-то показать. И, наверное, вот это послужило толчком для создания музейной экспозиции. Тем более сейчас, когда проводятся генеральные прокуратуры расследования по поводу геноцида в годы Великой Отечественной войны, тема стала актуальной. Когда была эта музейная экспозиция готова, наши дети с большим удовольствием и с любопытством забегали в эту комнату для того, чтобы посмотреть на то, какой материал мы здесь сделали и что мы здесь предоставили. Данная экспозиция послужит хорошим подспорьем для того, чтобы выучить свою историю, потому что без истории нет у нас будущего. И когда мы просто на словах рассказываем, это одно, а когда перед глазами есть картины, факты, где-то какие-то таблицы, это более запоминается для детей. И я думаю, что мы вырастим достойное поколение. В торжественной обстановке красную ленту перерезали глава района Сергей Карпенко, начальника дела по образованию райисполкома Светлана Цымбаленко, директор школы Тамара Павлюченко. История не терпит искажения событий прошлого, псевдоисторической информации, оправдывающих действия нацистских преступников и их пособников. С этих слов начал свое выступление Сергей Карпенко. Экспозиция «Боль без срока давности» – свидетельство нашей живой памяти о событиях Великой Отечественной войны. Забвение уроков прошлого может привести к повторению трагедии. И поэтому мы обязаны защитить правду о событиях Великой Отечественной войны, отстоять подвиг, достоинство, доброе имя живых и павших. Я надеюсь, что эта экспозиция поможет учащимся узнать о трагических странницах белорусской истории и позволит донести эту правду до следующих поколений. Три года продолжалась оккупация Беларуси. За время гитлеровской оккупации на принудительные работы в Германию было вывезено 400 тысяч жителей Беларуси. Около половины из них погибли в неволе. На территории нашей страны нацисты создали около 250 лагерей советских военнопленных и 350 лагерей, тюрем и других мест принудительного содержания гражданского населения. На территории Барановичского района было две нацистских фабрики смерти – «Колдачева» и «Шталак-337», в которых погибли более 110 тысяч человек. Память нашей истории объединяет и сплачивает, помогает строить будущее. Мы всегда должны помнить о том, какой сною была добыта Великая Победа. Это необходимо, чтобы никогда больше не повторились ужасы войны. Память о страшной войне навечно вписана в историю Отечества и каждой белорусской семьи. Пережитые трагедии и достигнутая победа – вечный источник боли и горечи, гордости и славы белорусского народа. Каждый должен помнить и чтить нашу историю, сохранять историческую память, передавать ее с поколения в поколение. Ведь без знаний своего прошлого невозможно построить процветающее будущее. Сбором информации для создания музейной экспозиции занимались учителя и ученики. Финансовую поддержку оказало базовое предприятие «Столовичи Агро». Статистика ежегодно свидетельствует, что преобладающей причиной гибели людей от пожара в жилищном фонде является так называемый человеческий фактор. Беспечные, неосторожные действия граждан, незнание правил, либо осознанное пренебрежение мерами безопасности. В рамках республиканской акции «За безопасность вместе», которая проходит с 15 апреля по 1 мая, обратиться в территориальные органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния своего жилья может любой желающий. Во время инициативы акцент будет сделан на обследовании противопожарного состояния домовладений одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов, семей, в которых дети находятся в социально опасном положении, проведение с ними инструктивной разъяснительной работы по соблюдению правил пожарной безопасности, а также информирование населения о возможностях госорганизации по оказанию услуг по обеспечению безопасности граждан. Рыбалка – любимый вид отдыха и увлечения многих людей. Зачастую вблизи водоемов проходят воздушные линии электропередачи. Тогда такой отдых может представлять реальную опасность для жизни и здоровья. Как не допустить трагедию, узнаем в следующем сюжете. Наступила весна, с каждым днем становится теплее, и любители рыбной ловли все чаще появляются возле водоемов. Но данный вид отдыха не всегда приносит только положительные эмоции. Если место рыбной ловли расположено вблизи воздушной линии электропередачи, то подобное соседство может привести к весьма печальным последствиям. Современные углепластиковые удилища являются хорошими проводниками электрического тока. Повышенная влажность возле водоема, мокрая леска и токопроводящие удилища. Все эти факторы создают угрозу для жизни также при приближении к удилища к проводам действующей линии электропередачи. А касание проводов неизбежно приведет к поражению к электрическим токам. В 2023 году в Республике Беларусь произошло два несчастных случая, связанные с поражением электрическим током людей при осуществлении рыбной ловли. И оба со смертельным исходом. В апреле 2023 года возле отводящего канала Березовской ГРЭС обнаружен труп мужчины, рядом с которым находилась сломанная удочка. Пострадавший с раннего утра осуществлял рыбную ловлю в месте вымояной канала. Передвигаясь разложенным удилищем от канала в сторону дороги, приблизил удилище на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии 10 кВ, в результате чего был смертельно травмирован электрическим током. В мае 2023 года произошло поражение электрическим током рыбака на реке Пина в Пинском районе. Тело пострадавшего было обнаружено в воде под проводами воздушной линии 110 кВ. При этом рядом с местом несчастного случая был установлен хорошо виден знак, запрещающий осуществление рыбной ловли в охранной зоне линии электропередачи. ГОС «Энергогазнадзор» напоминает, в избежание несчастных случаев будьте внимательны при выборе мест рыбной ловли. Не располагайтесь вблизи воздушных линий электропередачи. Обращайте внимание на предупреждающие плакаты, установленные на берегах водоемов, которые информируют о проходящих воздушных линиях электропередачи. При перемещении под воздушными линиями электропередачи предварительно складывайте удилища в избежании случайного приближения к проводам. Разъясняйте детям правила безопасного поведения вблизи воздушных линий электропередачи и по возможности контролируйте соблюдение юными рыбаками этих правил. Будьте внимательны и осторожны. Берегите свою жизнь и жизнь ваших близких. Стартовал ежегодный конкурс Белорусской железной дороги «Краса нашей магистрали-2024». В нем принимают участие 6 представительниц отделения БЖД, победительниц отборочного тура. Барановическое отделение представляет Татьяна Шпаковская, оператор по обслуживанию вагонов и контейнеров вагонного депо. Первый этап конкурса интернет-голосования «Краса магистрали-онлайн» проходит с 12 по 17 апреля. Чтобы проголосовать, нужно подписаться на официальный телеграм-канал Белорусской железной дороги, а затем оставить свой голос. Там же размещены и портфолио железнодорожниц. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова